Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Университета рабочих корреспондентов Сегодня у нас присутствуют наши гости Товарищи с марсистско-ленинской партии Германии Тема занятия Советы как всеобщая форма диктатуры ралитариата Читает текст доктор философских наук Профессор Александр Сергеевич Козел Эта тема у нас такая сквозная, постоянная Поэтому все товарищи, я думаю, уже довольно людей подкованы Поэтому даже вот и на розыщет все не меньше Он примерно знает нашу концептуальную позицию по этому поводу Но они все-таки ошибаются Потому что каждый раз мы и сами для себя открываем что-то новое в этой теории Ну и делимся, конечно, с товарищами вот этой самой новизну Скажем, ну и вы знаете, что у меня много статей Здесь я по этому поводу выступал несколько раз И помните, где в 2013 году мы привели конференцию по советам Цаблина И там была книжечка и в газете Кстати, тоже, по-моему, в «Правде труда» Выступление И там я послал один такой интересный вопрос И вот он меня мучил-мучил с тех пор Мучил-мучил Вот, размышляя над этой сегодняшней лекцией Значит, домучил я его и понял, в чем дело И вам, я думаю, подскажу А для начала немножко проблематизирую вопрос Вот это надо немецким товарищам нашим перевести Что немножко проблематизирую, то есть сделаю проблемой Вопрос У Моника проблем А? У Моника проблем Да-да Значит, вот такой вопрос Мы говорим о Парижской коммунии И говорим о наших советах 1905 года Что это? Ну, что-то такое одно и то же Советы наши Это продолжение Парижской коммуны Я задаю вопрос Почему там это называется коммуна А у нас советы? В чем дело? Почему? Кто скажет? Да, вот даже поставить вопрос Как-то вроде не очень понятно Что тут за вопрос Мы знаем, что это форма диктатуры фольклитариата Форма рабочего класса И вроде нам это все объясняет На самом деле нет Здесь скрывается проблема И, значит, помог мне вскрыть Такой был автор Степанов В 1921 году У него была книжка Парижская коммуна 1871 года И под заголовок Стратегии и тактика рабочего класса в революции Ну, вы тоже знаете, что это такая моя тема Я ее тоже изучаю И в этой книге я читаю Что, значит, заседание Совета коммуны То есть, мы привыкли, что коммуна Это вот это вот руководство избранное Там около 80 человек Парижское руководство Руководимое двумя партиями Значит, анархистами и бланкистами Генеральные советы Марксовские и Энгельсовские Они, ну, помогали там Идейно Писали письма Вдохновляли А руководили вот эти два партии И вот этот вот Степанов Он показывает, что Они пришли неподготовлены Ну, и действительно, в каждую революцию Народ входит неподготовленным Неподготовленным конкретно к этой революции Скажем, большевики к 1917 году Были подготовлены О чем заявили не они сами А заявил Чернов Руководитель эсеров Говорит, только большевики знали Что они будут делать на следующий день После революции У них была программа А вообще не бывает Готовых программ Вот так и там Во Франции Поэтому тут они организовались Организовали выборы Выдвинули в этот совет Значит, около 80 человек От 20 округов Парижа И он называться стал коммунным А на самом деле Он назывался совет Это был совет коммунный Почему совет коммунный? Потому что коммунно Это была город Городская коммунная имелась в виду То есть, когда трудящиеся Сорганизовались в рамках города Они образовали коммунную А орден этой коммунный Совет коммунный Теперь и поэтому и нас Он был совет Но встает вопрос Совет чего он был? И вроде нам ясно Рабочих депутатов Так и называем мы Рабочих депутатов Отдельных по одному Нет, конечно Представлявших профсоюзы Из обосткомы Которые сформировались В 1905 году И когда они объединились Они тоже создали общину Но говорили только о совете То есть, там создали совет А говорили об общине Что это совет общины У нас создали советы А речь шла, конечно В предпосылке об общине Другое дело Почему об этом не говорилось? Не говорилось По той простой причине Что и там эта община Была по понятию В зародыше И в Иваново-Вознесенской Она была по понятию То есть, они осознали Что нужна вот это общество Нужно общественное воспроизводство И общественная политика Но они только создали еще Реальных общественных связей Еще не было Реальной общины Еще не стало Ни во Франции Ни у нас Но направление-то само Оно, конечно, к общине Причем Когда с этой точки зрения Я посмотрел Государство и революция И Энгельса Значит, Энгельс говорит Комуна Это что такое? Это гемайнзам Община Есть хорошее старое немецкое слово Гемайнзам Община И мы Община И для меня Как Значит Ну такая все-таки Русская философия Понятно, что Об общине Весь 19 век В России спорил И Марк отзывался На эту полемику И критиковал Герцена По этому поводу Почему? Потому что они Социализм Выводили из русской общины Но из какой? Из сельской Анархисты Тоже с ними О чем был спор? Что они Говорили Что нам государство не нужно Что нам нужны общины Они объединятся И будут без государства руководить То есть Тоже по этому вопросу был спор Ну и поскольку Вот эти споры Были очень острые И из-за них Много тоже Нехороших дел Передрязок И руганий Произошло Конечно И у Маркса И у Энгельса И у Ленина Была изжога На общины Сельские И по существу Это правильно Конечно Сельская община Она сама Какую-то революционную миссию Выполнить Не могла Ни при каких-лих Словях Но Интересно что? Что наши Социалисты Которые Общину Отстаивали Со времен Герцена И Чернышев Обратились К Марксу Вера Засрочная Писала Письмо Гражданин Маркс Вот объясните нам Вот у нас Есть община Русская Какую роль Она может Собрать В революции Маркс Написал Три Варианта Письма Вот они Опубликованы В восемнадцатом Доме Три И все-таки Посол Потом Ну близкий К первому Письмо По содержанию Близкое К первому Варианту Где И говорит Что Конечно Это только В России Сохранилась Община Сельская Община До Конца Девятнадцатого Века Она была Везде Ну везде Она Умерла А у вас В какой-то Мере Она сохранилась Поэтому Если будут Для нее Внешние Подходящие Условия То она Может быть Исходным Пунктом Революции Вашей Может быть Так она И стала Другое Дело Что Не сельская Община Да А Здесь Есть Более Глубокая Проблема Которую Я поднимаю В своей Книге Девятого Года 2009 А именно Что Община И Общинная Организация Человечества Она Идет С родового Строя В родовом Строе Какая Организация Общества Родовая Община Родовая Община И в ней Основные Моменты Какие Производство Значит Территория Которую Очень Остро Защищали Значит И сама Внутренняя Организация И Когда Родовой Строй Разлагался Он Из себя Выделил Тоже Общину Но Общину Богатых То есть Богатые Люди Они Смогли Сорганизоваться Богатые Роды Филы Греции Трибы В Риме Сорганизоваться И создать Государство Поэтому Это была Гражданская Община Но Рабовладельческая Граждане Были Только Рабовладельцы Собственники Если Ты гражданин Ты член Общины Советы Пожалуйста Для граждан Есть возможность Избираться В различные Учреждения Значит Государственные Которые Тоже Назывались По Гречески Советы Некоторые Из них Назывались Советы Значит Теперь В средние Века Мы имеем Перед собой Значит Сословно-общинное Общество Сословно-общинное То есть Сословия Они были Очень Спаянными Общинами Скажем Религиозные Церковные Там сословия Это вот Какая Спайка Они воспроизводили Себя Как целая Участвовали В руководстве Были Рука В руку С другим Сословием Дворянским С военным Дворянским И Поэтому Могли Навязывать Свою Волю Другим Буржуазное Общество Оно Всеобщегражданское То есть Все теперь Граждане Но Все граждане Остались Без Таких Явных Общин Как раньше Были Но Эту Общинность Буржуи И заменяют Многочисленные Общественные Организации В том числе Самые Обобщающие Это партии В партии Они Выражают Свою волю И через Партийную Борьбу Навязывают Ее Общество Российский Союз Промышленников И предпринимателей Его так и называют Профсоюз Бизнесменов То есть Община Бизнесменов И профсоюзы Марс указывает Коалиции Возникают В обществе Что значит Коалиция Коалиция Это и есть Попытка Создать Общину На предприятии Мы Рабочие Как Собственники Рабочей силы Владеем Главным Ресурсом Производства Рабочей силой И если Хватает Тямы Мы Объединяемся И продаем Не каждый Отдельно Приходим Повысить Мне зарплату А приходим Как Община Наш лидер Говорит Теперь будем Поднять Заработную Плату На 5% И даже По нашему Законодательству Предприниматель Обязан По закону Трехдневный Срок Дать Ответ Подымает Он заработную Плату На 5% Или не Подымает И если Союз Организованный Если есть Действительная Община Община Интересов Понимания Значит Их выражение Тем более В партии То конечно 5% При известной Ситуации Им дадут Как дают Регулярно Вот германские Эти Авиаторы В год Раза 3 Бастуют Приходят Дают Значит Заявление Ох Товарищи из Германии Тут Требования Прочем Повысить Сорвоту На 3% Там много Не берут Зачем Много Это вот Значит Не требуют Не требуют Потом Потом Их Жены Значит Надают Дома Вот Они Идут Сразу Повышите Нам На 30 Или На 25 Процент Конечно Никто Не повышит Их Сразу Отфутболивают Наш Этот Форд Сначала Там Требовал 28 Или 25 Процент Значит А если Это Все Время Действующий Механизм По 3% И Тебе Дадут Причем Этот Опыт Опять У нас Есть В морском Торговом Порту Мы Много Раз Об этом Опыте Рассказывали Председатель Правкома Идет К начальству А докеры Знают Что Если Он Вышел И Кепка У него Значит В руках Значит Не договорились Значит Тихо Бросают Работать И Значит Монкируют Работу И Бизнесмены Менеджеры Сразу Понимают В чем Дело Начинают Суетиться Деньги Как всегда Находятся Вот А если Он Выжил И Кеппи На голове Значит Те Поняли Что Да Надо Повышать И Все Нормально Все Тихо Спокойно Продолжают Работать И Мне Не 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 Как Как Нормально Нормально Общие дела решаются так. Конечно, нам понятно, что во многих случаях устаранавливаются диктатуры личности, в том числе противоречащие интересам класса даже бывает, но тем не менее тенденция такая совершенно четко видна в истории, если на нее обратить внимание. И скажем, в нашей жизни. Вот я хорошо знаю жизнь славного города Лышнего Лачка, Калининской области, нынче Тверской. Там два крупных завода, два крупных комбината хлопчатобумажных. На одной половине один авангард, на другом ткацкая фабрика, большевичка. И там, в той части город кучковался вокруг этого авангарда, а в этой части он кучковался вокруг этой большевички. И у них, у тружеников этой большевички и этой округи были, значит, во-первых, им строили жилье. Они сами себе строили жилье от комбината. Во-вторых, больницу, роддом свой, детские сады, школы, турбаза, дом отдыха. То есть, они занимались всеми сторонами совместного, то есть, общинного воспроизводства человека. А это и есть главное содержание общин. И в этом смысле, мне кажется, немножко нам не повезло с названием. Вот разбирался в этом товарищ Дегтярев с профсоюзами шестого года, когда они образовывались. Там столкнулись принципы профессиональный союз или производственный. Профессиональный, то есть, слесари, пекари, столеры и так далее. Но на предприятии-то там и пекари, и столеры, и слесари, и кто хочешь. И вот были некоторое время трения. Пока все-таки не победила тенденция, что главной силой, главной формой является производственный профсоюз. А профессиональный, это вот синикалистский уклон, он вот на этом настаивал, чтобы оторвать какую-то профессию от целого, чтобы не заниматься там общими делами, а заниматься делами своей профессии. Значит, да, решили эту проблему. Но там еще была одна, которую мы здесь тоже вспоминали. Это рабочкомы, рабочие комитеты на предприятиях. И они возникли как-то более стихийно, как-то с меньшим влиянием и вообще партии, и большевиков. И только в процессе большевики успели и этой формой овладеть. И там тоже были трения между вот этим Советом народного хозяйства, который возник из этих рабочков, и, собственно говоря, правительством. И Ленин проявил много таланта так-то, чтобы как-то вот эти две, значит, силы как-то объединить. Объединили все-таки под лозунгом или под руководством, под эгидой про союзов. Но мотив вот этот, он воспроизводился несколько раз в разных дискуссиях в АКПБ. Вы помните, там рабочие демократии, еще там были. Значит, все время, время от времени он всплывал, этот вопрос. Пока, наконец, да, причем руководил им не кто-нибудь в последнее время, а Арджиникидзе. То есть, ответственного человека поставили. И все-таки в 1932 году этот Высший Совет народного хозяйства прекратил свое существование. И я не понимаю, почему пока, вот пока не выяснилось, но мне кажется, что его надо выяснить. Почему? Потому что через 4 года изменились и выборы. Производственный принцип отодвинули в сторону, а, значит, на поверхность вышел территориальный принцип, территориальная округа. Но это совсем другая история. Кстати сказать, это вот я в своей книге описываю, что примерно такая же история произошла с рабовладельцами в Древней Греции. Значит, Афины, Афинское государство, было разделено на 4 филы, 4 рода. И вся организация, она строилась по этим 4 филам. Но возникли конфликты, значит, что-то такое разругались. Значит, выдвинулись там граждане, которые устраивали там диктатуры. Поэтому был такой Клистен в 1507 году, значит, выступил за восставших граждан, трудящихся, и ликвидировали они эту родовую систему. И что они сделали? А то, что можно только и сделать, а именно другую противоположную систему, территориальную. Разделили те же самые Афины на роды, только на роды. Название оставили роды, как и мы оставили советы в 1936 году. И они оставили роды. Но разделенные теперь Афины на территориальные роды. То есть, каждая фила – это территория, и ее территория вот здесь. Поэтому от каждой территории, значит, 10 всадников, 2 корабля, значит, столько-то амуниции, столько-то зерна, столько-то этого, это-то-то-то. То есть, вполне развитое аэроплодическое общество, оно пришло к своей естественной форме, к территориальному делению. Так что, как видите, корни у этой проблемы, они очень длинные. Ну и, скажем, нам, конечно, уже не очень досуг заниматься выгапыванием этих корней. Но вот я думаю, что напишем, что знаем. Ну, может быть, молодежь что-нибудь подхватит, преследует и, глядишь, нам объяснит. И почему, значит, во Франции коммуна, и у нее орган-совет, но называется коммуна. И почему у нас совет, он основу имеет, общину, но не развитую, еще только сформированную, скорее заявленную. Да, я начал с профсоюза, что неудачное название у нас. Я хотел сказать, не договорил, что вот в Англии, более удачное название, все вы знаете, английский профсоюз, треть юнион. Треть юнион – это что такое? Треть юнион? Да. Агнесс? Да, да. Союз торговли, да? Да, да, ну, чем? Чем? Перевод – союз торговли, если перевести дословно. Чем торгуют? Работцы? Работцы? Нет. Рабочие силы? Рабочие силы, да. Конечно, да, они торгуют рабочие силы, они собственники рабочей силы. И на Западе профсоюзы прошли вот эту длинную историю и поняли, что выгодно продавать можно монополистам только будучи. А если ты отдельно приходишь там за свои заглады, тебя благодарят, скажут – позвони. А когда ты позвонишь, извиня, я уже ехал и велел передачу, чтобы вы рассчитались. Будь здоров. Конечно, продают только монопольным образом грамотные цивилизованные рабочие свою силу. Тогда они получат свою заработную плату. Если у них нет общины, нет профсоюза, они будут получать, как у нас, примерно десятую-двадцатую часть стоимости рабочей силы. Причем сколько мы не разъясняем, не пропагандируем, уже лет семь, наверное, если не десять. Вот этот момент. Как-то вот товарищи не реагируют, вот хватает им. Уж теперь дожили до того, чтобы пенсионные деньги отняли. Это довольно большая сумма денежек. Мы и так работали, ведь работаем до семидесяти лет в основном. Даже и рабочий наши, Кузнецов-пенсионер, сколько он уже работает на пенсии. И теперь мы официально работаем до шестидесяти пяти, но денег нам этих платить, денежки эти отобрали. И правильно сделали. Раз не научаетесь, раз не учитесь, раз не защищаете свои интересы, получите, распишите. Вот какой вывод приходится делать. Но я думаю, что все-таки в России живут грамотные люди. Вы из ГДР? Нет. Из той части? Да. В ГДР там прошли путь. Из капитализма в коммунизм. Из коммунизма в капитализм. И я думаю, что сейчас там не очень рады, товарищи немцы, восточные, своему вот этому положению. Не очень рады ведь. Не рады, мы и так знаем. Да, не очень рады. А мы этот путь проделали. Поэтому русский народ в этом смысле, ну и шире народа России, да, они, в общем, это хорошо знают и понимают. Другое дело, что тут нужна воля. А с волей, конечно, напряженной вообще. А тем более под таким прессом телевидения, газет, кино, фильмов. Поэтому, конечно, значит, трудящемуся человеку трудно вот в этой атмосфере как-то толкнуться одна и проявить волю, самостоятельную волю, я имею в виду, волю к борьбе. Но, вот правильно говорил Гёте в своё время, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день их завоёвывает. Нет, это Лазовского перевод, а у Гёте рёберн мус. Вот, товарищи немцы подтвердят. Так ведь Гёте говорит? Ну, вот. Его не застали. А? Его не застали. Читали Гёте. Конечно. Гёте они все знают. Гёте как у них, у нас куча. Да, каждый день на бой. А если уж товарищи не хотят двинуть, значит, зайти в профсоюз там и проголосовать по какому-то вопросу за свою заработную плату, ну, как говорится, извините, дорогие товарищи, получите и распишитесь. Но какая-то нота такая, значит, не очень получается, но она есть. От неё, следовательно, надо перейти к оптимистической части. Значит, русский рабочий класс сам заново изобрёл эту форму советов. Что значит совет? Совет – это значит орган, базирующийся на производственных общинах, на профсоюзах. Да-да, профсоюз – это и есть зародыш производственной общины. Значит, и тогда это казалось, что это вот русский рабочий класс изобрёл, а, дескать, где-то, значит, в других местах и Ленин, кстати, писал. Вот, товарищ Ленин, я имя отчество вспоминаю, Сергея Степана Сергеевича вспоминаю, отчество, не даст соврать. Знаете, что Владимир Владимирович, может быть, будут другие формы, может быть, и будут, жизнь ещё долгая. У нас вся жизнь ведь впереди, да, история длинная ещё впереди. Но пока понятно, что никакой другой формы не было ни у кого. И из чего она получится? Она и получится из той всеобщей формы, которая развивается в истории. История закономерно идёт к коммунизму, как общение в масштабах всего общества. Поэтому нас ждёт Всемирный Союз Советских Республик. Вы днём интересовались этим вопросом. Всемирный Союз Советских Республик. Но его не на тарелочки принесут, да, а за него надо бороться. Сначала надо понимать, что это за машина, что это за механизм, из чего он возникает, вырастает. Как он осуществляется? Какой опыт на эту тему проделать? Если этого сделано не будет, значит, ничего не будет. Я думаю, что пока, на сегодняшний день, значит, ни в одной стране, ни одна партия на такие обобщения не способна. Нет у них опыта соответствующего. Поэтому мировая надежда только на Россию. Но это не значит, что, значит, вот теперь мир будет там ждать 100 или 200 или 300 лет, пока там в России проснутся, почешут репу и опять что-то создадут. Нет. Во всем мире, значит, народ умнеет, с помощью ютализации, значит, гормотнеет, набирается знаний, набирается опыта. И скажем, неравен сейчас, что Китай этот опыт усвоит. Вот, и встанет во главе, значит, мирового движения, вот такого коммунизма. Не знаю, я не исключаю. В этом смысле вот формы могут быть и разными там, что-то они еще придут. А вообще суть одна, что это не просто советская, не просто русская форма, а это всеобщая форма с естественным всеобщим основанием. Поэтому, если будут где-то делать трудящиеся свою власть, они будут делать на предприятии. Другое дело, что враг, он тоже не дремлет. Поэтому, с одной стороны, у него монополия, а с другой стороны, он эту монополию тоже подразделяет. Чтобы народ в этой монополии не очень-то соединялся. А то еще придумал аутсорсинг, то есть заемный труд. То есть, для моей фирмышки в 10 человек основного состава, я 500 человек нанимаю, значит, с других каких-то коллективов. Или с фирм, вообще, которые торгуют рабочей силой. Нанимаю уборщицу, компьютерщика и еще там кого-нибудь. Они придут, поработают и будь здоров. Так что, борьба есть и будет, она будет продолжаться. Но она будет продолжаться вот по этой линии. И поэтому, я думаю, что вот этой линии ей надо владеть. Ее надо изучать. Ее надо исследовать. И пропагандировать и распространять. Особенно молодежь учить. Потому что молодежь, значит, в очень тяжелом состоянии находится. Она под гнётом школьным, вот вижу я, как сталкиваются школьники со школьной системой. Ну, некоторые дураки дураками. Хотя вроде толковые такие, серьезные парни. Да, раньше издевались, что там американцы не знают, когда началась Вторая мировая война. А теперь наши не знают, когда Великой Отечественной началась. Многие не знают. Я уж не говорю про математику. Скажем, что такое дурак. Спросите какой-нибудь школьник. Никто вам не скажет, что такое дурак. Хотя это вроде простая вещь. Так что перед нами с вами большая работа. И я думаю, что мы её продолжим. В том числе на таких встречах, на таких занятиях. Вот на чём бы мне хотелось на этой оптимистической ноте. Мне хотелось бы остановиться. Один вопрос. У вас будут вопросы? Вопросик. Немецким товарищам можно льготок дать. Я не сказал уже. Не в письменных. Да. Такие-то у меня очков нет. Прошу уточнить, Александр Сергеевич. Совет коммуны избирали по территориям? Или были примеры делегатов от завода? Да, спасибо. Вот очень хороший вопрос. Это кто задал-то? Я, конечно. Да? Чувствуется грамотная рука. Прямо в суть дела. Да. Там особенностью парийской коммуны было то, что она создавалась в момент, когда шла война с Германией. Причём Германия завоевала эту разорённую Бонапартом Францию довольно быстро. И уже войска немецкие стояли на окраинах Парижа. Там был такой генерал Мольдке, талантливый парень. Вот немного ещё. Если бы трудящиеся не поднялись, значит, хана бы и Парижу, и Франции. Но в этот момент и поднялись трудящиеся. Начальство вынуждено было создать по 20 округам, ну, такие типа народных дружин, отряды, народных гвардий, национальных гвардий. А из кого набирать эту национальную гвардию? Из рабочих в основном. Из мелкой буржуазии. Они собрали эту гвардию. От гвардии выдвинули некоторый центральный комитет. Сначала, на первом этапе, это ещё до коммуны было. И вот в этом состоянии боролись правительства с этим центральным комитетом. Правительство готово было предать республику, отдаться немцам, чтобы немцы тут задавили революцию и преподнесли им своих рабов на блюдечке. Ну, а этот центральный комитет вот этих вот, вот этой национальной гвардии, он всё-таки этому противился и пытался организовать оборону. Поэтому эта публика, она была такая подготовленная, что называется. Но всё-таки за год, по-моему, существования решительного она ничего не сделала. Поэтому парижский народ, низы, опять были недовольны, потребовали новых выборов. Состоялись новые выборы. Теперь уже с привлечением населения. По территориальным вот этим округам, значит, двадцати. Но богатые, видя, что наступают немцы, разбежались. И остался в основном рабочий народ. Поэтому, значит, в этот совет коммуны там попало около половины рабочих. Мелкая буржазия и половина рабочих. Ну, мелкая буржазия какая там? Булочник, пекарь, аптекарь, вот такая. Вот, и они начали проводить реформы первые, значит, в интересах трудящих и в интересах рабочего класса. Неудачно, непоследовательно и главная непоследовательность состояла в том, что вот они свою в Париже создали общину, а лозунга в другим городам, чтобы там создавали тоже общины, не бросили. И они остались без поддержки в рамках всей Франции. Ну, а по отдельности, отдельную коммуну, войска собрались и, в конце концов, жесточайшим образом подавили. И эту жестокость мы и сейчас переживаем на Украине. Американский фашизм на экспорт с помощью всех других все отдаст. Лишь бы там этот лел костер, разорение России, разорение корешков, которые в России сохранились еще, они боятся. Збигнив Бжезинский боялся, но он недавно умер. Так что они боятся, что корешки остались тут в России и будут нас прессовать всем, чем можно. А тем более, если это можно сделать за счет каких-нибудь националистов украинских или националистов польских или националистов молдавских. А лучший вариант – это националистов русских. И мы с вами хорошо знаем эту роль националистов русских и в 91-м году, и в 93-м году. Ну, и сейчас, в общем, кто интересуется, может почитать. Всего вопросов нет, спасибо. Выступления. Нет, может, у товарищей немцев есть вопросы? Нет, 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 у нас письменные вопросы. Вопросы есть? Нет, нет, у товарищей немцев. Моленцов Степан Сергеевич. Мы с вами прослушали лекцию про советы, которые были связаны с понятием общины. Для чего было введено это понятие, трудно, я, например, не понял. Есть такая философия правила Акама. Если ты вводишь лишнюю сущность, и она ничего не объясняет, то это неправильно. Неправильное действие. То есть, чем меньше сущностей, тем правильнее объяснение. Есть первобытный общинный способ производства. Там была община. Она разложилась, потому что производительность труда позволила накапливать излишки, это мы знаем. Общество распалось на классы. А был владельческий способ производства. Никакой общины уже не было, она сохранялась, конечно, как пережиток диких, как атовизм. Она, так сказать, сохранилась и в царской России общинное, крестьянство. Но это был атовизм. В лекции прозвучало вроде как в плюс, что это опора для социализма, а это был атовизм. И программа большевиков по аграрному вопросу как раз была направлена, чтобы преодолеть это отставание. Оно тянуло сельское хозяйство назад. Лозунг революции «Землю крестьянам» это что? На укрепление общины? Это наоборот разложение общины, эсеровский лозунг «Землю крестьянам». Это единоличное ведение. Какая община? Ни в чем нет. Это следующий этап уже, да, к ликвидизации на других принципах. И советы, значит, они базируются на общине, на профсоюзах, профсоюзах это общине. Есть класс, рабочий класс. Класс в себе, класс для себя. Советы базируются на, так сказать, на классе, который вышел на борьбу, осознал свои интересы. Вышел на борьбу, класс для себя стал. Не на профсоюзах, потому что первые советы появились раньше, чем профсоюзы. Это уже профсоюзы следующий этап в истории России. На Западе появились в начале профсоюзы. А вот в России как раз в начале появились советы. А потом уже профсоюзы. Поэтому мне кажется, что здесь ведение вот этой сущности совета не проясняет вопрос, а наоборот затыманивает его. И если там есть какие-то здравые мысли, то их нужно развивать и дорабатывать. Спасибо. 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 Во-первых, я тоже не удержусь. Два слова полемизируем с Александром Сергеевичем. Мы здесь говорим про производственный профессиональный принцип построения профсоюза. Я вот хочу сказать, что вот профсоюз докеров, один из наиболее сильных профсоюзов России, он как раз жестко соблюдает именно профессиональный принцип. По крайней мере, в АО «Морпорт СПБ» там имеются три цехкома. Имеется цехком докеров, имеется цехком рабочих механизаций, имеется цехком, ну, забыл, как называется, и ТРФ, короче, там Тальманы и всякие другие бухгалтеры. Но правом решающего голоса обладают только докеры. И докеры создали профсоюз. Вначале там были только докеры, потом они присоединили других товарищей, которые могут пользоваться всеми благами и защитой, и покровительством со стороны профсоюза. А вот право голоса им не дали. Почему? Потому что, как показала практика, идет голосование за забастовку, ну, грубо говоря, докеров 90% за, рабочих механизаций 70% за, ИТРФ 30% за. Поэтому, так сказать, докеры взяли, они распространяют на них всю свою защиту. Но это вот и производственный принцип построения профсоюзов в Советском Союзе, он привел к их полной деградации и выхаращиванию самой сути профсоюза. Потому что там состояли и ТР, и руководители. И очень часто председатель профкома, он был одним из руководителей предприятия, считался. Так же, как и секретарь профкома, в общем. Вот, так что вот это вот, как мне кажется, тут, конечно, если у нас есть какая-то основная профессия, скажем, металлистов, то в профсоюз надо и сантехников принимать, и электриков, и нарадчиков оборудования. Но все-таки вот основная профессия, она должна грабежствовать. Это шахтеры в шахтах, станочники на заводах и так далее. Вот, надеюсь, по теме лекции, значит, коротко. Ну, в общем-то, такое ощущение, что не очень поняли люди в начале века, и у нас в СССР, значение того, как должны строиться советы. И на это были объективные причины. И здесь, ну, я возразил бы Степану Сергеевичу, первые профсоюзы у нас возникли в конце 4-го, начале 5-го года, по результатам забастовки возграбляемых Сталина. Да, вот. А Совет-то первый возник, ладно ли, в мае 5-го года. Так что здесь чуть-чуть вот так. Да. Вот, это самое. Но вот, что касается Совета, то вот, скажем, в начале 5-го года Ленин писал в работе «Наши задачи» и «Совет рабочих депутатов». Он писал издалека, поэтому начинает так. Может быть, я ошибаюсь, но мне, по имеющимся у меня неполным и бумажным только сведениям, кажется, что в политическом отношении Совет рабочих депутатов следует рассматривать как зародыш временного революционного правительства. Мне кажется, что Совет должен как можно скорее повозгласить себя временным революционным правительством всей России. Но, товарищи, Совет не может быть правительством. Правительство – это иерархическая структура, где есть председатель правительства, где есть, так сказать, люди, выполняющие функции. Как у нас было съезд Советов назначил правительство, назначил председателя Совнаркома, товарища Ленина, а дальше правительство работало. Как можно путать две разные вещи? Совет, где избираются люди от коллектива и правительства, как рабочий орган, состоящий из профессионалов. Это, так сказать, совершенное. Владимир Вич здесь не очень понимал. И далее, уже в конце пятого года, в работе «Социализм и анархизм», уже познакомившись с работой Петербургского совета, Ленин писал, «Совет рабочих депутатов – не рабочий парламент и не орган пролетарского самоуправления, вообще не орган самоуправления, а боевая организация для достижения определенных целей». Но это вообще, говоря, здесь можно понимать так неоднозначно. С одной стороны, это, конечно, не парламент. В том смысле, что парламент – это говорильня, да, буквально переводится. Это орган, который решает и ставит задачи. Но это и не орган пролетарского самоуправления где-то на заводе. Это орган государственной власти. Но тут этого не сказано. А боевая организация для достижения определенных целей. А каких целей? А тогда, в те годы, у Большевиков была цель свержения самодержавия за зыб учредительного собрания. И у меня вот из прочтения ленинских работ в целом сложилось впечатление, что вообще, говоря, здесь советы рассматривалось как некий вспомогательный орган, потому что ясно, что без замыклялась демократическая республика. Кто там будет в большей доле власти обладать, буржуазии или рабочих лад с христианством, за это должна была идти определенная борьба. Но однозначно говорилось о том, что должно быть незвержено самодержавие. Конечно, там должен быть представительный орган какой-то. Вот как представительный орган, вот у меня такое ощущение, большевики-то скорее рассматривали учредительное собрание, а не совет. И вот далее. В этой работе «Социализм и анархизм» Ленин пишет, что он совершенно спокойно к этому относится, что в совет, на примере Петербургского совета, должны наряду с рабочими, посранцами непосредственно от заводов и фабрик, должны входить представители так называемых, как он называет, революционных партий. Причем он здесь выступает против того, чтобы анархисты входили, ибо анархистов он не считает революционной партией. А вот революционные партии – это социал-демократы, имея в ЦР мы с меньшевиками вместе, СР. Ну и Петербургский совет еще, вот мне сказали уже по этой теме, туда входили и польские социалисты, и бундовцы, и кто-то, и вот такого рода, вот это якобы революционные партии, они тоже должны посырять советы. Но это вообще, говоря, неправильно совершенно. Советы – это органы, если мы хотим как классовые сохранить, и УШСРы, там это ну никак, это не представители рабочего класса. И это вот потом сыграло свою роль, тоже негативно. Вот, и пишет дальше Владимирович, «По существу дела Совет Рабочих Депутатов является неоформленным широким боевым союзом социалистов и революционных демократов, причем, конечно, беспартийная революционность прикрывает церегат переходных ступеней между теми и другими. Необходимы в таком союзе, очевидно, для ведения политических скачек и других, более активных форм борьбы за насущные, признанные одобренным генгантским большинством населения, демократические требования. То есть, это орган борьбы за демократические требования Совет. Ну, и тогда, так сказать, здесь я ни в коем случае не в претензии к Владимиру Ильичу, на основании того, что было тогда в России, на основании того, что приходилось идти, ну, буквально на ощупь, это он все, конечно, тут претензии предъявляет невозможно. Потом Ленин проштудировал Гегеля, Ленин написал работу «Государство и революция», и уже по опыту Советов, возникновения и функционирования Советов, он уже пишет о Советах так, что Советы – это организационная форма диктатуры тролитериата в работе очередные задачи советской власти. И в новой редакции программы, в новой программе партии, там написано, что Советы – это органы, избираемые по заводам и фабрикам. И вот у нас, хотя надо сказать подробно, Ленин этого не разжевывал. Вот буквально несколько можно во всем собрании сочинений несколько вот этих утверждений встретить. Почему? Потому что тогда это, видимо, оказалось очевидным, и Советы именно так и строились. И вот у нас страна благопоручно шла на подъем до 1936 года. Почему до 1936 года? Конечно, в гряде отраслей подъем сохранился, а в гряде научно-технических отраслей подъем продолжался до 1990-1991 года. Это вот я знаю просто на своем опыте. Но, вот если мы посмотрим, говорили геронтологическое политбюро, да, старики там одни сидят. Почему? Потому что кадровый состав, руководство СССР, был сформирован в основе своей именно тогда, когда были вот такие советы. Когда жизнь бурлила, и бойцы, борцы за дело рабочего класса, люди активные, привыкшие к борьбе, они вот там вылезали, ну и потом сидели в политбюро до глубокой старости. Когда пришел молодой Горбачев, это мы знаем все, чем кончилось. Значит, а почему отошли от этой модели, от такого подхода? Вот интересный очень сценографический отчет 8-го чрезвычайного съезда Совета в 1936 году, где вот и произошел переход к Советской Конституции в 1936 году. И очень интересное здесь выступление Сталина. И выступление, вообще говоря, вот у него в третьей части основные особенности проекта Конституции, миросведу Конституция 1936 года. И Сталин здесь очень хитро поступает. Он сравнивает Конституцию нашу с Конституциями буржуазных государств. И нигде он не сравнивает эту Конституцию с Конституцией РСФСР 18-го года или Конституции СССР 1924 года. Ну вот это интересно. И он пишет, что да, у нас вот очень важно, что у нас в Конституции не просто продекровированы права, а продекровировано там бесплатное образование, бесплатное лечение и так далее. Но он сказал, что если какой-то основной стержень из Конституции выдернут, то тогда это бесплатное образование, бесплатное лечение, жилье и так далее, это все со временем посыпется. И вот почему так сделать Сталин? Вот мне здесь видится определенный такой оппортунизм. То есть это решение сиюминутных задач за счет задач в долговременных. Потому что, конечно, так было проще управлять с точки зрения контроля партии над ситуацией. Контроль здесь практически перешел к партии. И политическая борьба передвинулась из момента выборов на момент выдвижения депутатов. Конечно, там шла борьба. Депутаты выдвигаются от заводов и фабрик. Борьба-то шла по предприятиям. Но она уже шла более так ратентно. А кого выдвинули, того практически всегда избирали. Мы вам дадим возможность лекцию выступить. Сейчас, сейчас, тему закрою. Вопрос архиактуальный. Лекцию вам дадим. Хорошо, хорошо. Все, заканчиваю. Значит, тогда, так сказать, здесь я заканчиваю. Но вот, тем не менее, каким последствиям это привело? Привело это к тому, что произошло разгрожение советского государства со временем, разгрожение партии. И привело к тому, что привело. Советы – это организационная форма диктатуры коллектива. И другой формы – нет. Спасибо. Спасибо. Сначала мы хотим передать вам привет от марксистско-демитской партии Германии и мы очень рады быть вместе с вами сегодня вечером. И предмет этого мероприятия для нас и для нашей работы с Третьей массой Германии очень важно, как мы организуем превосходство рабочего класса. В 18-м году у нас также была революция, но, к сожалению, это была только божевая революция, потому что... Она не достигла, к сожалению, успеха социализма. Причина для этого была, что, конечно, контрреволюция с жестокостью уничтожила революцию. Они убили Ликнеcht и Луксембург. Но также социальная демократия, они передали рабочий класс. Они сказали, что мы организуем национальные собрания и советы. У нас не необходимы. И многие рабочие им верили, потому что коммунисты не были так сильно, как большевики в России были. Но, когда у нас всегда были приняты с Германии, которые были динамом, и национальные собрания были убиты. Такие плоды, которые были обещаны социальными демократиями, и это было совсем другое положение, как в России, где большевики и Советы завоевали власть. В настоящее время у нас есть в Германии наступление. Это настоящая кризис буржуазного парламентаризма. И за десятилетиями руководители говорили рабочим, нам необходимо, что вы организуетесь, потому что мы решаем все проблемы для вас. Это было в Западной Германии и, к сожалению, тоже в Восточной Германии после 2006 года, когда рабочие не имели власть. Но это очень важно, и я также считаю, что мы поддерживаем, что у нас новая идея о собственной организации и политизировании, организации работы в партии и в собственной организации. Но это очень важно, и я совсем согласна с тем, что ты сказал, что нам надо сделать наши выводы из опыта Советов, и нам надо распространять такой опыт среди рабочих и среди молодежи. И несколько лет назад на нашем заводе опыта, где оба мы работали, была очень крупная запастовка. С более 10 тысячами рабочими. И вот так вот. Зато находится в запастовку. Каждый час у нас было забастовочное собрание, где мы обсудили цели и методы нашей забастовки. И в течение этих семи дней забастовки рабочие развивались огромные самоуверенности и знания, что они не в состоянии организовать и воевать за свои цели. И, конечно, строительство Советов значит огромное самоизменение для массы и для воспитательной работы коммунистами. И это очень интересно для меня, как вы оцениваете убедительную работу коммунистов в этом процессе строительства Советов. Спасибо. 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 Спасибо, Оксана Сергеевича, сказать, потому что он у нас на этой теме специализируется. И, значит, не первый год мы слушаем и спорим и вместе продвигаемся вперед. Особо мне приятно отметить, что мы с ним одинаково изучали опыт Ивановской стачки 1905 года, причем на месте. Да, на месте мы были на конференции в Иваново. И не просто на месте, мне так оно довелось, что у меня жена из Ивановой. Поэтому я вот с этим вопросом где-то первый раз столкнулся там в 80-каком-нибудь году, изучая в музее, это дело и прочее. Однако, относительно сегодняшних изысканий, вот общинность или община, соответственно, все эти самые, я думаю, это интересно и для профессора, наверное, неизбежно, так сказать, все это дело. Но немного это проясняет общую картину, потому что, все одно, что сказать, человек – существо общественное, а если так, то, значит, он все время в обществе, назови это община или сообщество, или социум, или черт-то знает чего. И всегда имеются элементы самоорганизации, совместных дел и прочее, прочее. Я думаю, что надо было больше упора сделать и в следующей лекции попросить, Александра Сергеевича, именно на то, что советы, в нашем понимании сегодняшнем, явились продуктом классовой борьбы. На определенном этапе развития производства, капитализма, то есть самой продажи рабочей силы, про которую Иван Михайлович нам все время рассказывает. Об этом мы много говорили. Однако многие не понимают. Если они не понимали, то есть спор, то я не пойму. Я первый раз понял на простом примере, когда в музее Первого совета смотрел диораму и думал, а как же они митинговали, когда одновременно бастуют 50 тысяч человек, а тогда ни усилителей, ни микрофонов, ничего. Они вот на ложке собрались, поймали киталки. И вот мне там объяснял, а вот смотри, они разбились на кружки такие. И кружок, вот этот меланжевый комбинат, это фабрика Бурылина, это там третья отказская фабрика, а между ними ходят агитаторы. Некоторых на руках несут, некоторых в шею гонят и прочее. То есть разбились они по производственному признаку и обсуждают общие вопросы, в том числе через обмен мнениями политической партии и так далее. И именно там они решили, что давай-ка выдвинем своих представителей. Потом их назвали депутаты рабочие. И вот это первый совет, который там сложился, конечно, с учетом общинного опыта крестьянского, еще чего-то, но производственные, производственная структура их к этому подтолкнула. Я думаю, вообще надо подчеркнуть, что, наверное, совет начинается там, где все-таки не одна фабрика, а складывается уже их, понимаешь, в масштабах территории или чего-то. И капиталисты ведь с самого начала были готовы вступить в переговоры. Но с одним условием. Каждый капиталист с каждым депутатом. А эти ребята держались. Нет, все против всех. Потому что понимали, что в этом их сила, что поодиночке их там... Вот это первый момент. И второй очень важный. Значит, конечно, Владимир Ильич писал, что не самоуправление орган, да, советы, но функции самоуправления определенные они сразу стали выполнять. Организовали охрану, организовали снабжение, организовали адвокатскую контору, организовали кассу взаимопомощи. Черт-то знает, что еще было. И те же капиталисты писали, я сам себе завариваю чай, сам печку топлю. Это же какое-то смертоубийство, скоро жизнь остановится. То есть, бастовали не только рабочие на фабриках, прачки бастовали, почтовые рабочие бастовали. Конечно, там... То есть, очень важно, что они могли взять за горло вот этим, своим положением в производстве дел. Поэтому вот эти факторы для нас имеют гораздо большее значение и должны быть перенесены на сегодняшний день. И сегодня в некоторой степени нам сложнее, потому что структура меняется в обществе производительных сил, потому что больше появляется всяких обслуживающих, второстепенных, третьестепенных, паразитических звеньев. А сплотить вот тех, от кого зависит, это наша задача, это сложнее. Для нас организация людей там на метрополитене, она в 10 раз важнее, чем, значит, организовать там каких-нибудь артистов или обслуживающий персонал где-то, чего-то. И, Иван Михайлович, вам хотел небольшой ЛРД или совет. Вот когда вы говорите, что Сталин из-за оппортунистических, или что это признак оппортунизма, вот ушли от этого. Мы тоже считаем, что это ошибка Сталина. Я думаю, называть это оппортунизмом не стоит. Есть серьезные вот аргументы, которые надо бы взвешивать. Вот вы смотрите, перед войной серьезнейшая ситуация. И вы правильно говорите, он сравнивает Конституции с западными, да, нашу Конституцию с западными. И при этом у него одна из задач, я так думаю, показать, что наша Конституция и более демократична. А для пролетариата, в том числе западного, в это время признак демократичности это всеобщее избирательное право, территориальное круга. И они пробуют по этому пути, считая, что у нас все схвачено, партия всем управляет. И в этот момент они на это пошли. А вот то, что не вернулись после войны и не сделали выводов, это, наверное, большая ошибка. Спасибо. Потом у меня просьба от слова для объявления дать. Хорошо. Так, список выступающих. Закончил заключить на слово Александр Сергеевич. В заключении товарищ Казенов сказал, что в моей этой идее не понять что-нибудь, мне кажется, очень трудно. Потому что, я скажу из принципа, понятно то, что выражено в понятии. Я вывезел с довольно строгих понятий, хотя некоторый термин не определился. Причем не выдумывал новую сущность, а наоборот показывает, что это старая, древнейшая сущность. И она постоянно используется, хотите вы этого или нет. Все равно человек, он живет так или иначе общинами. Но одни живут сознательно общиной в том, что, скажем, наша буржуазия, она живет как единое целое. Вот я на этом, на итальянском заводе, разговариваю с председателем правкома. Он такой, левый наш товарищ сюда приходил несколько раз. Я говорю, ну, что бы вам не повысить зарплату рабочим? Говорит, а как мы повысим? Если мы повысим на, значит, 5 рублей или на 5 тысяч, да, тут же пойдут звонки с других предприятий, другие беззимферные скажут, а вы что это повышаете? Заботу-то. Такого уговора не было. То есть, у них есть договоры, все обговорено. Теперь есть государственные законы, теперь уже у них. Они регулируют наш государственный закон. И эти законы, они в их сторону сделаны. Поэтому буржуазный класс, он отмобилизован в серьезную общину, буржуазную, капиталистическую, хищников. А мы выступаем, значит, как вот такие люди, честным грязным делом, политикой не занимаемся. Впрочем, вот повысить всю зарплату на 2 тысячи рублей. Ну, что, дурак. Больше ничего не скажешь, если ты пошел просить индивидуальную заработную плату. Мои-мои-мои, дурак. Да, да. Хотел присутствовать. Значит, теперь. Определение. Совет. Это совет именно общины. В данном случае только зарождающаяся община. Потому, что про союз – это зародыш общины. Что тут непонятного? Это очень понятно все. Также коммуна. Комуна – это, значит, та община. Комуна так и называется. Община. А у нее руководящий орган – совет, который они выбрали. И который, как правило, называют коммунной. И это вообще-то логически не противоречит. Орган, он всегда представляет организацию. Мы говорим КПСС. Там ЦК КПСС что-нибудь там делает. Мы говорим, партия делает. Или даже лидер один делает, Горбачев. Это делает партия. Горбачев ее представляет. Так и совет. Совет он представляет общину. Коммуна. Она представлена советом общины в Париже. Просто они не говорят. Почему? Потому, что не понимали и не понимают это вопрос. И даже такие грамотные люди, как Степан Сергеевич. Ну, с понятиями разберитесь тогда. И выражайте все в понятиях. И вам будет все понятно. До пире. А, да, еще момент. Говорит, мол, выдумывает, Александр Сергеевич. Открывайте немецкую идеологию. Там на первых каких-то страницах речь идет о греческой рабо-ладельской общине. Почитайте и выясните, что это древнейшее изобретение. Не изобретение даже, а это форма существования человека. Человек живет не просто в государстве. Агустрация – это абстракция. А он живет в конкретном единстве с людьми. Крайне, минимум, семья тоже своего рода община. Но род шире. Что такое род? Род – это соединение семей. Дочь и сын женились, вышли замуж. Они соединили эту семью с двумя другими родами. Появился род. Раньше я был одним хозяином рода, тут всех гонял. А теперь вот у меня есть там два напарника. И уже так не погоняешь. Они сами это со семейства. Ну и так далее. Да, так что Маркса, пожалуйста, читайте, и все будет понятно. По докерам что-то хотели. Да, по докерам. Хороший пример привел по докерам. Пример профессиональный апсид. И вот в этом развале, который произошел и в СССР фактически, и в нашем обществе, конечно, профсоюзы начинают тот же путь, который они делали и раньше. Как и в 19 веке, значит, сначала профсоюзы родились от профессий. И назывались и у нас профсоюз, профессиональный союз, профессиональный союз, профессиональный. Пока Борн, и об этом пишет Лафарк, историю этого профсоюза немецкого, не вывел профсоюз свой на национальный уровень. А когда они вышли на национальный уровень, они поняли, что союз там башмачников на национальном уровне ничего не может сделать. Надо объединяться с другими профессиями. И у нас, в нашей революции это повторилось. Про союзы и советы возникает в одно и то же время, как стихийная организация. Какая стихийная организация? Которую народ знает, он ее несет в себе, с историей. Собрались, вместе организовались, дали слово, решили, все действуем как целое. Союзом 100-200. Другое дело, кто успел? Все партии начали создавать профсоюзы, и все партии начали создавать советы. И Ленин ничего не ошибался, когда говорил, что правительство может быть, совет может стать правительством, даже на региональном уровне. Почему? Потому что совет, он открыт партиям всем. Пожалуйста, хоть сейчас. Вот совет рабочих, мы говорим всегда, в Нижнем Новгороде каждый год собирается дважды. Пожалуйста, любые партии приезжают туда. Ну, коммунистические, как правило, и КПРФ, и РКРП, другие там, может быть, будут какие-то. Пожалуйста, приезжайте, спорьте, убеждайте. И там организаторы, они окажутся в меньшинстве. А вы будете руководить профсоюзами, а потом еще создадите правительство. Поэтому вот единство вот этих партий, она создает основу для буржуазной революции. Ведь время-то было перед буржуазной революцией. Речь шла о буржуазной революции. То есть революция, которая делает широкая буржуазная демократия. И совет – это как раз хорошее место. Оно лучше всего, оно для нас. Почему? Потому что на почве производственных общин собираются в основном рабочие. И это наша стихия. Раз рабочие, значит, с ними мы найдем договор. Как бы они там не заблуждались, как бы их другие не убеждали. Они наши люди, наша основа. Мы работаем в их интересах. И они в конце концов пойдут за нами. И они пошли в конце концов за нами. Другое дело, что мы оказались не всегда на высоте. Особенно после сталинского поколения. Но, как заметил в своей последней статье Виктор Аркадьевич, один рабочий, по поводу Маркса, надписи на его победе Грибсов, в следующий раз сделаем лучше. И я уверен, что в следующий раз мы сделаем лучше. Поскольку будем понимать, что апсина наша и основа, и цель. Будущее – это общая коммуна, международный мировой союз Советских Республик. Спасибо. На этот оптимистический взгляд мы заканчиваем. Итак, такое объявление. По теме следующего занятия. Об опыте коллективных действий рабочих в России. Ведет занятие делегация Российского комитета рабочих, Шилл Дмитрий Юрьевич. Прещаем все через телек-четвердь. Виктор Аркадьевич, пожалуйста. Во-первых, всех с наступающим праздником. Во-вторых, информация, что 7 ноября нынче будет в более суровых условиях, чем раньше. А именно пока добро на проведение акций не получено от Свойного. Товарищи КПРФ, НИКИ, они согласились, что же делать. Идут к Аврори возложить цветы просто и посмотреть там фейерверк. Они отстаиваются. Мы пока настаивали, мы подали заявку на митинг на Финляндском. Первый раз нам отказались, что до 8 часов площадь занята. На что мы ответили, хорошо, мы согласны митинг с 8 проводить вечером. Они пока угрюмо замолчали, но намекнули, что все равно не дадим. Но мы и сказали, что мы все равно придем. Мы ориентируемся, да, ориентировочно, на 19 часов сбор, там можно и раньше. А дальше действуем по обстоятельствам. В конце концов такой день, когда к Ленину надо подойти и ему сказать, Владимир Алексеевич, смотрите, какая хреновина творится, и что у нас тут придумывает власть, да, для того, чтобы не допустить. Практически киевский мандат повторяется. Там памяти не крушили, здесь пытаются запретить, не пустить и прочее, прочее. Поэтому звоните, получайте дополнительную информацию, а в принципе там встречаемся. И еще у меня есть поручение такое. У нас присутствуют наши немецкие товарищи. Мы с ними уже дружим давно. Последние годы соединяем усилия во многих вещах. Они нам помогали провести столетия, вы помните их. Хорошее выступление, красочную колонну. Не только их, они привезли товарищей из многих стран, организации, икон. Сегодня мы с ними продолжаем совместную работу теоретической, точной споры, в которых мы сегодня участвовали вместе с товарищем профессором. И он там выступал, я думаю, даже удачнее, чем на сегодняшней лекции. Не надо. Ну, это дело. Они не просто приехали в гости посмотреть. Они работают, у них есть задание подготовить книгу о Сталине для немецких рабочих, для немецких трудящихся. Они проводят вот здесь у нас серию бесед, изучений, литературу приобретают, архивные документы, будут знакомиться и так далее. Поэтому мы желаем им в этом деле успеха. И хотели бы, значит, от имени Центрального комитета Ленинградской организации передать привет братской организации, в том числе товарищу, который, ну, у них является сегодня таким, значит, духовным наставником в партии, хотя он уже и не руководитель. Я имею в виду Штефана Энгеля, с которым мы раньше других познакомились. И мы бы хотели вручить ему, значит, медаль за верность коммунизму во знаменование двухсотлетия со дня рождения Карла Маркса. Вот медаль, пожалуйста, передайте народе. Ну, и пусть приезжает, давно не вовл. Ну, спасибо. Успехов вам. Успехов вам. Субтитры создавал DimaTorzok